Давайте мы дождемся стартового свистка, познакомимся с главными действующими лицами и будем уже вовсю наслаждаться футболом. Победить любой из клубов. Там некий отрыв, все только армейцы сумели сделать действующие чемпионы молодежного первенства. Вдобавок еще и усилившиеся нарушения правил, был отобран мяч в центре поля, снова быструю атаку пытаются разогнать сейчас игроки Крыльев-Советов. Нарушение правил в центре поля и первое предупреждение в этом матче получает его, если я не ошибаюсь, Николай Алехин. Хороший перехват сейчас, разгоняют уже свою атаку Миниен. Вышел он сегодня справа, обыгрывается с Киракосяном, входит в штрафную Миниен. Прострел не пронавязать сразу борьбу и попробовать тут же вновь навалиться на ворота Данила Бельтюкова. Но все-таки удается Крыльям-Советов убежать в отрыв. Здесь уже напережение играет как раз таки. Он и вовсе забил, когда команда играла в меньшинстве, причем выйдя на поле лишь на 87-й минуте. Собственно поставил точку в том матче, принеся победу Крыльям-Советов со счета в сезоне еще и тремя ассистами. Ну вот во многом как раз за счет того, что стандартное положение исполняет именно 93-й номер Крыльям-Советов. Хорошая подача и P1-0 становится у нас счет в матче, пришедший на этот стандарт. Давайте еще раз посмотрим, кто там упустил 67-го номера. Саму Эльни уследил сейчас как раз за своим коллегой. Беспроигрышная серия, которая насчитывает уже три игры. Были победы над Динамо и Уралом, как раз здесь, в Рублево. Ну и ничья уже упомянутая в Казани. Шулика, который откровенно не попал в игру, заменив его на Антонова. Возможно, как раз это решение и помогло сохранить ворота в неприкосновенности. А сейчас Самуэль успевает дотянуться своей длинной ногой, перехватить эту передачу. Подбор, однако, остается за игроками Крыльев-Советов. И здесь уже Солодянкин. Вообще в Самаре не привыкать перевозить главного тренера с большим количеством футболистов. В главную команду Игорь Осенькин из Чертанова перевоз чуть ли не полкоманды. Ну и вот здесь, можно сказать, аналогичная ситуация. Разве только что не так далеко пришлось ехать от Тольятти до Самары, рукой подать. Оказалось, ну вот все-таки боет Киракосян. Делом техники надломленного и обескровленного врага добить. Особенно отличился в том матче Марат Оксанов. Он там отметился и голом, и автоголом. Ну и сейчас Марат Оксанов, кстати говоря, тоже в составе заявки Крыльев-Советов, которые сейчас в хорошую атаку выходят. Дойдет ли тут дело до удара? Ну нет. Слишком слабый сейчас катнул этот мяч Ермаков на Макарова. И в итоге тот не сумел на скорости ворваться в штрафную, чтобы уже... В итоге футболистам приходилось в двух чемпионатах сразу участвовать. Ну что-то подобное мы видели у Строгинов в конце прошлого сезона, когда было полтора состава на два турнира. Киракосян пропускает мяч на Алехина. Тот подключает Степанова. Шабанов. Киракосян. Без нарушения правил тут было сыграно. Завозились они, замельчили. И в итоге приходится теперь бежать обратно в оборону. Потому что Крыльев-Советов уже в штрафной удар в ближний угол не. В первом туре, ну и потом в игре с Уралом еще сумел отличиться Егор. Сегодня Егор начинает встречу в запасе. Решил Дмитрий Шук. Слишком много там игроков Крыльев-Советов. Или даже, скорее, слишком мало там игроков Строгино, чтобы попытаться навязать какую-то борьбу. Ну а у нас, кажется, с желтой карточкой у нас уходит Шуляк. Жестко. Таким силовым приемом практически. Это будет более актуально. То есть, я думаю, где-то через полчасика к этой теме вернемся. Ну а пока что у нас решающие минуты первого тайма. Отличный перехват сейчас в очередной раз мы видим в исполнении Самарцев. Подача в центр. Видим, астрогинцы сейчас для развития так не видят. Максимально организованно действует Крыльев-Советов на своей половине поля. Оп, а у нас здесь началось. Максимов с Самуэлем сцепились. Самуэль без трусов у нас даже остался в этой ситуации. Ну и будут ли какие-то у нас в итоге наказания со стороны Вадима Феклистова. В итоге Самуэль получает у нас предупреждение. Кажется, лишь только устным внушением ограничился. Тех, кто вышел на поле, уже успел вам объявить. Пока что у нас вновь перемещается игра в центр поля. Ненадолго, конечно, здесь снова Солодянкин. А это уже полез Гурченко. Успевает у него также в последний момент уже выбить мяч. И быстрый контр-выпад Крыльев. На право мяч Макарову. Макаров убрал раз, под себя убрал два, под себя передача. С близкого расстояния уже Алиник расстреливал практически Милехина. Но успел кто-то из защитников все-таки этот удар заблокировать. И подача Матовичева. Скидка на прошлом матче, когда Антонов также заменил Шулика. Правда, не на 54-й, а на 30-й минуте. То, собственно, Тимофей до конца матч, по-моему, действовал на том же левом фланге. И куда, и где, и заменил. Киракосян разворачивается сейчас. Дает мяч Шабанову. Шабанов по лесам. Налево Антонов все-таки здесь, слева. Просто так побежал. Очень нацелено на правый фланг. Солодянкин играет сейчас в перехвате. Угловой зарабатывает Строгино. Угловой исполняет Строгино. До удара дело не доходит, а вот здесь уже. Второй тайм, конечно, крылья Советов. Вот, по крайней мере, по этим 10 минутам, если судить, отдали инициативу практически полностью. Строгино, Колотуша, пробить ли? Нет, Шабанову отдает Бельтюков. Снова вступает в игру, спасая свою команду. Солодянкин не наносит удар. Со второй попытки. Туда, 80-му номеру. Разыгранный аут, который чуть не стал голевым в исполнении крыльев Советов. Сегодня, наверное, сложно было сыграть хуже, чем в первой половине. Крылья была абсолютно невнятной. Ох, а здесь желтая сейчас будет. А право, крылья Советов. В принципе, думаю, это было не последнее появление медицинской бригады на поле в сегодняшнем матче. У нас еще 20 минут играть. Колотуша возвращает сейчас мяч к Шабанову. Рустам выскакивает к воротам. Простреливает. Ай, не успевает. Гурченко к этому мячу. Мяч за лицевую. Ну и здесь, как, конечно, Шабанов с Колотушей-то разыграли эту двоечку. Ну и Шабанов видел, что там несется параллельным курсом Гурченко. И зрячий выкатывал этот мяч. И играть тоже. В том числе и на этом угловом. На Гурченко подача перекладина. И Степанов тут. Здорово опередил сразу двух игроков. С крыльев Советов. И уже ничего. Я показал, что не очень удачным получился вынос угол кипера крыльев Советов. Но до его партнера все-таки мяч дошел Дунаев. Странная какая-то обработка у Романа. Но остался мяч под его контролем. Гурченко. Возвращает Дунаеву уже в штрафную передачу. Дунаев пытался здесь сейчас очень эффектно переправить мяч в ворота Рустам Шабанов. соперник, но еще и такого, которого не было. Опыта еще выступления на таком уровне. Дмитрий Шуков, конечно, сейчас. Хочу к такому риску прибегнуть. Дунаев делает передачу на дальнюю штангу из Саликов. А что ж не пробить в одно касание? Ну куда тут обрабатывать уже в ворота? Завести его надо? Я не понимаю. Но Дунаев классную передачу, конечно, сейчас вырезал. Сложно, конечно, было подстроиться Саликову. Но в плане атакующих действий, да, так все и было. Здесь жестко въехали друг в друга Антонов с Романовым. Фиксируют все-таки нарушение правил против защитника Строгино. Вадим Феклистов идет сейчас успокаивать Дмитрия Шукова, которому очень не понравилось это решение главного тренера. А он здесь уже и начали между собой футболисты пререкаться. Оттуда теперь развивается атака Крисоветов. Но передача в штрафную не проходит. А здесь желтая карточка Антонов у нас на газоне. Жестко ему, конечно, прилетело в голень. Тут же Азембловский идет заступаться за своего партнера по обороне. Азембловского от греха подальше сейчас уводят. Крыльев в желтую. Конечно, футболисты таких вольностей, тем более в своей штрафной площади, уж точно не позволят. У нас уже добавленное время началось. 5, 6, 6 минут у нас добавляет Вадим Феклистов к основному времени. Ну да, не скажу, что уйма еще есть времени у Строгино. Но развернулся там сейчас Шабанов. А здесь что? Попадает мяч в руку, но свисток молчит. Ну а вот сейчас тот самый момент, когда было попадание мяча в руку. Ну нет, с этого ракурса нам, конечно, сложно понять, попал мяч или нет.